Большая война, она же была ожидаема, нет? Ну, для кого-то была ожидаема, так и война 41-го года тоже была ожидаема, как сейчас многие говорят, ну вот, как мне говорили многие... Она была ожидаема, поэтому пакт этого Риббентропа и Молотова тоже не зря подписывался. Ну да, зря, потому что Гитлер его нарушил в тот момент, когда это ему было выгодно. Да. Ну, как бы этим он очень похож на вашего правителя. Да нет, наш политик ни с кем ничего не подписывал, наоборот, наш политик, насколько я знаю, вы меня поправьте, если я не прав, про минские договоренности наш президент говорил тысячу раз, почему нарушается. Были же договоренности? Разумеется. Так, подождите, а до минских соглашений разве Российская Федерация не признавала территорию? Нет, мы не говорили. Подождите, 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 подождите. Так были же минские соглашения? Были минские, а до минских соглашений ведь... А, это уже не считается, да? Ну, как соглашения тогда делали в Минске, если вы простили? То, что было до минских соглашений, это уже все, это мы не считаем. Это все после договора? Это все после договора какого? Минского. А до Минских соглашений разве Российская Федерация не имела с Украиной каких-либо соглашений? Так не надо было делать Минские соглашения, если были вопросы у Украины к России. Претензии, если были. А, претензии. Так не надо было делать Минские соглашения, если у России были претензии к Украине. Можно же перевернуть таким образом. Так кто нарушил Минские соглашения? Ваша страна грубейшим образом 24 февраля, грубейшим образом нарушила Минские соглашения, конечно же. А причем до этого говорили, как и гитлеровцы, что ни в коем случае не нападем. Поэтому вы очень похожи на гитлеровцев. Да. Ну хуже, наверное. Вы так уверенно думаете в этом? Да, я так уверенно думаю об этом. Я это вижу. Ну смотрите, есть разница. Например, до того, как Гитлер напал на Советский Союз, тогда будучи столицей Советского Союза, как и сейчас Москва, в Москве не проходили парады, не проходили тысячи и тысячи людей, не оскорбляли Гитлера, Гитлера, с его страной. Оскорбительные жесты не кричали, не скакали. Советский Союз не скакал. Украина скакала и доскакала сегодня. Вы плохо знаете историю, потому что когда Германия напала на Советский Союз, то была вручена нота Молотову, министру иностранных дел Советского Союза, наркому иностранных дел Советского Союза, где там подробно во нескольких пунктах перечислялись враждебные действия Советского Союза, как это видел Гитлер. Ураждебные действия Советского Союза против Германии? Конечно же. Найдите текст ноты, которая была вручена, когда Германия объявляет войну Советскому Союзу, и в этой ноте подробно, это вы так думаете, была вручена нота... Советский Крепост — это все выдумки. Вы когда-нибудь читали воспоминания Жукова, воспоминания и размышления? Я не могу все в мире читать. Я понял, вы не можете все в мире читать. Даже там Георгий Константинович Жуков писал о том, что вызывает в Москве Молотова для того, чтобы посол Шуленбург, для того, чтобы вручить ему ноту об объявлении войны. Ладно, извините меня, пожалуйста, мы сейчас уходим чуть-чуть с темы. Давайте поговорим про сегодняшний день. Давайте поговорим про сегодняшний день. Что происходит вообще? Как вы думаете, чем это закончится? Оно рано и поздно по-любому закончится. Вы знаете, это ужасная авантюра. Жуткое, кошмарное, кровавое преступление вашей страны. Это мы все понимаем. Это мы все прекрасно понимаем. Это мы все понимаем. Кровавая авантюра не может закончиться ничем хорошим. По ней, конечно. Мне кажется... Ну, хорошо, говорите вы. Вы хотели что-то сказать? Так вы просто не отвечаете на вопрос. Вы меня перебили. Нет, вы понимаете, времени у меня мало. А, времени мало. Ну, так вы меня не перебивайте, я бы уже, может быть, рассказал бы. Я только начал говорить, что кровавая авантюра, затянувшаяся, кошмарная, она не может закончиться ничем хорошим. У вашей страны сейчас нет никакой позитивной повестки. Ничего хорошего сейчас сделать Российская Федерация не может. Ваша страна, начав эту войну, в ней увязла. Вот. И вопрос только в том, что ваша страна теперь просто не знает, что делать дальше. Просто вот по инерции ваша страна продолжает этот кровавый кошмар. Убивая... Конечно, назад дороги нет. Убивая... Что-что? Назад дороги нет. Ну да, для вас назад дороги нет. Правильно. Поэтому... Только вперед. Это, да, только вперед, только к новым убийствам. Вот. Поэтому мы сопротивляемся вашей агрессии, вы продолжаете, так сказать, вашу агрессию. Вы в любой момент можете прекратить боевые действия, вывести войска. Как это было сделано, например, в Харьковской области. Из Киева вы вывели войска. Из Сумской и Черниговской областей. Вы поймите, здесь одно... Меня, кстати, многие упрекают, Киев за три дня, Киев за три дня. А кто-то говорил, что Киев за три дня? Мне говорят, какая-то Скобеева, наша вот журналистка говорила, говорит, Министерство обороны или Владимир Путин говорил, что Киев за три дня? Эти слова вообще... Из чих усы ты уходил, Киев за три дня? То есть, давайте подведем черту. Я, например, от Путина... Вы понимаете, я почему-то говорю... Ваша пропаганда говорила, что Киев за три дня. Да, пропаганда, понятно. Пропаганда говорила, журналисты. Какие-то блогеры, может быть, говорили. Какие-то блогеры, может быть, говорили. Ну, какие-то негодяи. Ну, подлые негодяи говорили Киев за три дня. Министерство обороны или же администрация президента Киева, или сам Путин. Говорили такие слова от Киев за три дня. Нет, я не слышал такого. Вот именно. Вот именно. То есть, ваша страна... Никто не хотел брать Киев. Никто не говорил про Киев. А про что вы говорили? Вы понимаете, у меня под Киевом, когда были наши войска, у меня там родной брат был. Он контрактник. Он из-за этого Киева, он расторг в контракт, он ушел с контрактной службой. И ушел, понимаете, из-за чего он ушел с контрактной службой. Он говорит, нам, говорит, 4 километра до Киева было. Вот так вот. Вот здесь, говорит, был Киев перед нами. Был, говорит, приказ. Ни по кому и никак не стрелять. Никак не стрелять. Ни из тяжелой артиллерии, ни из ручных там ничего не стрелять. Не было. Там, говорит, приказ был, говорит, не стрелять. Там мирный житель. Мы, говорит, стояли под Киевом. Одно время, говорит, начался обстрел. Нас обстреливают. То есть, с Киева. Передомой погибают несколько человек. А? Из самого Киева. Возможно, из самого. Возможно, из самого. Я там не знаю. Да. Он, говорит, нас обстреливают. Мы, говорит, начали разбегаться. Там, тут разворачивать свою артиллерию. Там что-то. Бежит, говорит, командир. Не стрелять. Приказ был не стрелять. Мы, говорит, убегаем. Как не стрелять? Нас убивают. Не стрелять. Там мирные жители. Не стрелять. Никуда не стрелять. Как никуда не стрелять. Бах. Опять прилеты, прилеты, прилеты. Передо мной, говорит, шесть человек разорвало снарядом. В итоге, говорит, даже не слушая. А команда отступать тоже командира не давали. То есть, стоять надо было там, не стрелять, то есть, все поглашать, то, что приходит, но ответ не стрелять никому. Приказ был, говорит, там мирные жители, там город, не стрелять. В итоге, говорит, просто дивизия целая разворачивается, нахер командиры шлет, говорит, и уходит оттуда. Нам что, стоять здесь, чтобы нас убили всех, если нам нельзя стрелять? Так это был замечательный план, войска ввести в Киевскую область. Он мне говорит, зачем, говорит, нас туда тянули, до Киева, говорит, мы дошли, зачем, говорит, нас туда подтягивали, если мы Киев брать не будем, если там мирные жители нам, говорит, говорят. А то, что там мирные жители, об этом как бы раньше не знали, правда? Нет. Я просто пытаюсь понять, вот я пытаюсь понять, почему это происходило так именно. Я понял, а я, харьковчанин, видел совершенно другую картину. Я, тогда мирный житель города Харькова, видел совершенно другую картину. И вы ее можете увидеть, если наберете в ютубе или в гугле разрушение Харькова, северной Салтовки. Ну, видите, нет, мы говорим про первые дни. Про первые дни, потому что уже 25 февраля ваши войска стояли по окружной, северной стороны города Харьков. Ну, смотрите, я вам рассказываю то, что мой брат контракт... А я вам рассказываю то, что я видел своими глазами. Что, у всех разные приказы были? Послушайте, я вам рассказываю, я свидетель этого. Возможно, сказали, Киев, столицу, возможно, сказали, не трогать. Не трогать. Подождите, но это же идиотизм. Вот представьте себе, что мне рассказывают какую-то совершеннейшую, ну, просто ахинею. То есть, ввести войска под Киев, 4 километра от Киева. И что там делать? Ну, что делали в эти войска? Визуально показывать то, что мы можем, и поэтому... Визуально показывать, что вы можете там. Да. Вот. Попадать под обстрелы. Вот. Просто стоять под обстрелы. Просто стоять под обстрелы. Ну, то есть, задача, ну, терпилы такие, стоять под обстрелами. Не отвечать. Не отвечать. Там мирные жители. А почему же тогда Харьков так жестоко обстреливали градами, артиллерией, кассетными снарядами? Не знаю, я вам рассказываю про ситуацию. А я вам рассказываю, что я видел своими глазами. Тогда я своему брату сказал, вот эта гуманность России, она боками выходит. Понимаете, гуманность. Слишком много гуманностей у России. Да, точно. Будучи самой большой страной в мире, будучи ядерной державой, ну, гуманности, чересчур многовато гуманность. Да, она нужна. Гуманность должна быть у каждого. Но у России ее многовато. Даже сейчас. Даже сейчас, вы знаете, я понимаю прекрасно. А, то есть, сейчас, подожди, я вас перебью. То есть, сейчас уже гуманности у России нет? Продолжается опять гуманность. Продолжается гуманность. Вы слышали что-нибудь про город, ну, например, Херсон? Что делать? Город Херсон. Вы что-нибудь слышали про него? Да, да, да. Смотрите, когда он был буквально за один день, за пару дней оккупирован, за несколько дней оккупирован российскими войсками, там почти не было разрушений. Сам город Херсон практически не обстреливали. И только после того, как ваши войска убежали из города Херсон, начались страшные разрушения, страшные прилеты по городу Херсон. Как это соотносится, вот эти факты, с тем, что вы мне говорите? Так я продолжаю вам рассказывать. Вы меня перебили про Херсон. Да, 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 пожалуйста, пожалуйста. Просто я как бы привел вам пример. Могу ошибаться, могу не ошибаться, но почему-то тактика уведения войны. Сведем вот Америку, да? Америку. Как ведет войну Америка? Америка не нападает на своих соседей? Нет, 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 мы говорим как пример, как пример. Как Америка, мы сейчас сравним нападение России на Украину и нападение Америки на Ирак. Например, Ирак. А, Ирак, ага. Что делала Америка в Ираке? Как делала она? Просто авиация разносит город, просто разносит. Там не водились войска. А какой город разнесли в Ираке? Как называется этот город, который разнесли в Ираке? Багдад, Багдад. Багдад разнесли в Ираке? Так, видеоролики есть. Видеоролики есть. Потом посмотрите. А, потом, не, я видел. Как вы думаете, сколько зданий было разрушено в городе Ираке? Почему вы опять туда идете? Я вам говорю, введение войны вообще. Введение войны, так я же говорю, тут очень же... Да, 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 Ирак авиацией. Теперь вы стали перебивателем. Ну, да, 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 Ирак. Ну, да, Ирак уничтожен. Уничтожили Ирак. Этот самый, Багдад. В Ираке. Давайте вспомню Югославию тогда хорошо. Подождите, ну давайте, зачем же мы будем в сторону? А, теперь почему, почему? Конкретно мы с вами говорили... Мне не важно. Важмите любой пример Америки. Подождите, вы уже уходите из Ирака. И говорите про Югославию. Какой город в Югославии стерли с лица земли ковровыми бомбардировками? Вот. Какой город в Югославии, спрашиваю я, стерли с лица земли ковровыми бомбардировками? Назовите мне его. То есть, давайте я договорю. Ну, да, да, да. Это очень важное было уточнение. Это очень важно. Я слышу о вас, кстати. Мы это продолжим. Да. Введение тактики войны, как война в войну ведет Америка. Кстати, еще один интересный фактор там есть, где находится Америка, где находится Ирак. Это вам интересно. Вообще континенты разные. Это вообще там. Да, разные. Что делать Америка в Ираке? За миллионы километров. Что делать Америка в Ираке? Не за миллионы километров, а за тысячи километров. Ну, так грубо говоря. Грубо говоря, очень много километров. Это вообще другой континент. Это Америка никак не граничит. Ни соседей. Там даже ни пропропрасса среди. Никто, нигде не находится рядом вообще. Что делать Америка в Ираке? Ну, зачем? Что они делают? Без них не решится вопрос. Они должны там участвовать? Ну, это вы про первую иракскую войну или про вторую? Я вообще про все. Причем, почему должна Америка делать их войны? Вы же знаете, почему получилась первая иракская война? Почему должна быть там Америка? Ну, то есть, Ирак... Почему должна быть Афганистан и Америка всю жизнь в Афганистане Америка? Безнаказанно оккупировать Кувейт. Ну, суверенную страну. А при чем если Америка? Захотелось... Ну, Америка что, спасатель такого всего мира? Ну, в данном случае она спасла Ирак от оккупации. Ирак спасла? Не Ирак, а спасла Кувейт от оккупации Ираком. Хорошо, даже если они ее... С Адамом Хусейном. Америку это как волнует? Они переживают Ирак? Американцы посчитали, что надо помочь. Да, что нельзя, чтобы одна страна оккупировала, перекраивала границы, оккупировала другие страны. Присоединяла к себе, чтобы диктаторы вот так себя вели. Какие Гитлеры? А тут, когда может Америка прийти и присвоить все Евгения и все себе. Ну, какое дело было Америке, когда Америка против Гитлера выступала? Ну, смотри. Какое дело было Америке, когда Америка выступала против Гитлера? Вам тоже это не нравится? Знали то, что потом они следующие будут у Гитлера? У Гитлера. Конечно. Ну, вот Саддам Хусейн мог еще на кого-то броситься, на союзников Америки. Вы знаете, слова Гитлера. Если я возьму Советский Союз, значит, я уже взял весь мир. Если Гитлер взял бы Советский Союз, ему как два пальца обосадь было бы Америку взять. Да, ну, каким образом? Запросто. Каким образом? Очень. Войной. Каким образом он мог напасть на Америку и Америку? Каким образом он Европу всю завоевал? Ну, он, во-первых, не всю Европу завоевал. Ну, почти всю. Ну, что оставалось? Ну, достаточно много. Англия. Много? Англия одна. Англию он не мог завоевать, а вы мне про Америку рассказываете. Он Англию не мог завоевать. Так он же сказал, если я возьму Советский Союз, считайте, что весь мир мой. Я боюсь, что вы неправильно приводите цитату. Гитлер такого не говорит. Ну, хорошо. Америка не помогала Советскому Союзу от того, что они переживали за Советский народ. Поверьте мне. Америка помогала Советскому Союзу, чтобы потом их это не коснулось. Они себя спасали. Не, в своих интересах, конечно же. Конечно. В своих интересах они помогали Советскому Союзу. И помогали Советскому Союзу вогнать в долги за ленд-лиз и все остальное. Да, в жуткие безумные долги. Да. Да. Что у нас сегодня делать с Украиной, кстати, то же самое. А американцы говорят, что вы за все заплатите. Ей никакой угрозы нет сегодня в Украине, в Америке от России. Но почему-то в Украине она замешана полностью. И, понимаете, я вам одно скажу. Даже не берем одну Америку, возьмем весь блок НАТО. Самое смешное для меня сегодня, почему украинский человек не понимает. Мне один украинец говорит, вы, говорит, в курсе то, что нам, говорит, помогает 54 страны. Я его поправляю еще. Я говорю, вам помогает 54 самые развитые, самые богатые страны мира. И он еще там распетушился. Да, конечно, а ты, говорит, со мной там готов, еще там война. Я потом повторяю вопрос. То есть даже помощь 54 стран самых развитых в мире, самых богатых, вы не можете с этой помощью просто Россию выгнать. Не победить, просто выгнать на свою территорию. Так они же недостаточно помогают. А, то есть вам мало все. Ну, конечно, мало. Они заебутся вам помогать уже. Вам не мало дали, вам дохрена дали. Нет, дали очень много, но недостаточно. Очень много дали. И очень медленно Германия, только когда начиналась эта безумная кровавая война, уже полномасштабная, Германия говорит, ну, мы выказки дадим. Мы выказки дадим. Сейчас уже решается вопрос про Таурус, про крылатые ракеты. Ну, что поменяется? Ну, как же. Посмотрите, как Хаймарсы поменят. Говорили, как Хаймарсы появятся, как Хаймарсы появятся, Россия все сгинет. Вы зря меня перебили. Я вас буду перебивать. Говорили, что как появятся Хаймарсы, Россия сгинет. Появились Хаймарсы. Правильно. Говорили «Леопарды» появятся, Россия сгинет. Появились леопарды. Говорили «Челленджеры» появятся, Россия сгинет. Появились «Челленджеры». Появились «Стормшадов», появились «Стормшадов», Россия сгинет, обещали. Не сгибается Россия, не уходит Россия никак. Россия благодаря «Хаймарсам» убежала из Харьковской области. Именно. Так, вон это не закончено, откуда она не ушла. Вон это продолжается, вы понимаете, люди гибнут. Так это же вы ее продолжаете. Люди гибнут. Да, эту мясорубку вы продолжаете. Так она и будет продолжаться. Может вы скинете Зеленскую и война закончится. А может вы скинете Путина и война тоже закончится. Путин наш президент. Ну и Зеленский наш президент. Тогда продолжаем войну. Я вижу вы довольны. Вы продолжайте. Вы напали на нас. Нам обороняться. Так мы будем завершать ее. Да, да, да. Вы будете завершать. Я вижу как вы завершаете ее. Плохо завершаем? Что-то не нравится? У Российской Федерации нет инициативы на поле боя. Да все у нас есть. А, есть. Ну да, я вижу эту инициативу. Вы за последний год очень многого добились. Слушайте меня внимательно. Я вам расскажу. Кстати, брат восстановился на прошлой неделе. Уехал на СО. Я солдат вооруженных сил Украины. У меня брат вернулся. Какая специальность у брата? Он вернулся. Какая специальность военная у брата? Он в Марпехск, из Калининграда уходил, потом оттуда ушел, сейчас обратно вернулся. Из Дагестана? Да. Понятно. Когда заходили первые отряды российских войск, пытались зайти в Харьков, был уничтожен, он не чеченец, а ингуш Барханой Ислам Амирханович. Это человек, который один из колонны, которая заходила в Харьков 25 февраля. Колонна была расстреляна, уничтожена, в том числе и англо-шведским оружием, гранатометами. Из укрытий. Это война. Это война. Я понял. А какой смысл? Там русские не гибнут, россияне не гибнут. Россия не гибнут. Я просто как пример рассказываю, что этот человек попробовал зайти в город Харьков, перешел через окружную, был убит. Туда ему и дорога. Очень много дагестанцев там погибло. Туда ему и дорога. Очень много дагестанцев погибло. Ну, и еще погибнут. Погибнет, конечно, война продолжается. Война продолжается. А как вы думаете, а за что погибали немцы в их агрессии? Немцы в ту войну, за что они погибали? Какие немцы? Ну, в ту войну, не эту с россиянами, а в ту войну с немцами. Немцы, гитлеровцы, за что они погибали? Про сегодняшний день говорите, пожалуйста. Нет, я вас просто задаю вопрос. Как вы думаете, за что погибали немцы? Не знаю, не интересовался. Не знаете, не интересовался. А если подумать? Не хочу думать. Я хочу думать о сегодняшний день. Про сегодняшний день я хочу думать. А вы в том дне не видите аналогии с этим днем? У меня дед там погиб. Дед погиб. У меня второй дед там без вести пропал. Советский Союз оборонялся, ввел оборонительную войну в этой войне? Советский Союз жопу порвал Гитлеру и самой мощной армии мира. Ну-ну-ну-ну. Потому что война затянулась, правильно? Да. Потому что хотели войну за три месяца закончить, и это не получилось. Эффективные, быстрые войны ведутся быстро. Почему мой брат вернулся на фронт, который уходил в 22-м году оттуда, с контрактных расторг? У нас была мобилизация частичная в сентябре прошлого года. Она закончилась в октябре прошлого года, в течение месяца она шла. Набрали, как говорили, 300 тысяч. Ну, я в это не верю, набрали, наверное, больше. Ну, я подозреваю, что больше, гораздо больше набрали. Ну, предположим, полмиллиона. Да, возможно, возможно. Я согласен, что там не 300 тысяч набрали, там набрали очень много. Потом у нас шли слухи с этого года, с весны, то, что в конце весны будет мобилизация. Слухи были раз, прошли это. Потом говорили то, что в конце лета будет мобилизация, раз, прошли это. Потом говорили то, что осенью будет мобилизация, раз, прошли это. В итоге мой брат уходит, восстанавливается в контракте, уходит на СВО. У меня очень много друзей, которые вообще не военные, подписывают контракты. Я сам бы ушел, если бы не дети, у меня много детей, просто жене тяжело без меня одного, я не могу не быть дома. И Министерство обороны вчера, позавчера отчитывается, что все слухи, все какие-либо возможные слухи о мобилизации дополнительной, все завершаются, никак нет, потому что с начала этого года добровольные контракты подписали 350 с чем-то человек, тысяч, короче, человек, подписали контракты. У меня четыре друга ушло, даже не военные люди, ну там огромные зарплаты, если честно, огромные зарплаты и уже не так плохи дела, как в начале было. Вроде бы все спокойно, все спокойно. Ну, хаймарсы больше не прилетают, да? Прилетают, как нет, война продолжается, но не так, понимаете, Россия очень много людей потеряла в самом начале, при своем вхождении на Украину. У русских же как делается? Все по ходу дела меняется, все по ходу дела. Я сам служил, я сам бывший контрактник, кстати, я бывший подводник на Северном флоте. А у вас специальность какая? Ну, неважно. Я служил не на Северном флоте, я срочку служил ПВО, потом на Северном флоте служил. Кстати, я служил над Дмитрием Доском. Потом, я когда служил, что срочную службу, что контрактную службу, было понятно там, я смотрел и думал, что за смешная армия, что за бред здесь, коррупция, и все. Такие до сих пор было. Поэтому вот эти потери были, поэтому бомбили вот эти все. Все знали, куда идет российская, например, колонна, куда пойдут, и встречали везде. У русских всегда все, что в Великой Отечественной войне, что везде, по ходу дела все меняется на ходу. На ходу исправляют, на ходу поправляют, на ходу улучшается все. Сегодня это так происходит. Война, она оказалась так, что... Я сам бывший контрактник, вы поверьте мне, я стрелял, я был отличником пострельбя, только потому, что я еще... Я с 9 лет стреляю из автомата Калашникова, после Чеченской войны, мы росли здесь, была война у нас, у нас дома у каждого автомат Калашникова, я разбирался с оружием. Но в армии меня, если честно, даже при контрактной особо ничему не научили. Понимаете? Вот так и армия российская вся проходит, что контрактники, что срочники. А вот там сегодня, в первые дни, конечно, ты не обучен ничего, там, коррупционная армия, все. Сегодня уже прошло время, где уже пацаны, которые первые дни на СВО писали штаны, сегодня им уже по барабану. Они сегодня уже из них сегодня получили... А где успехи вашей армии? Из них появилось сегодня, сегодня они получили звалками. А где успехи? Где это можно увидеть, успехи вашей армии? Это уже успехи, вы не видите успехи. Нет, где на линии фронта, вот я нахожусь сейчас, ближний тыл, воинская часть. Ну смотрите, Россия же ждет. Где я могу увидеть успехи? Вы знаете... На, это самое, успехи российской армии. Фазу войны поменяла Украина, то есть было объявлено величайшее контрнаступление, правильно? А никто не говорил, что за три дня до Москвы? Не, не три дня, мы же вас не подкалываем, три дня за три дня не говорили. Ну так я говорю, никто же не говорил, что за три дня до Москвы? Хорошо, было объявлено величайшее контрнаступление. У блока НАТО было попрощено, у всего Евросоюза и Америки было попрощено столько оружия, что нам надо делать контрнаступление. Совершенно недостаточно могу сказать. Ну я не знаю, они говорят то, что выделили вам все, что прощено. Ну они так говорят, а по факту авиации нет. Дальше говорю, дальше говорю. А, ну да. Было объявлено контрнаступление. С вашим объявлением контрнаступление Россия нажимает стоп. Что стоп нажимает? Стоп на действие, готовимся к ихным контрнаступлению, принимаем их, будем встречать их на контрнаступлении. Ну подождите, уже год, какие за год, за последний год, за последний год, где ваши успехи? Вот эти заминированные поля. Заминированные поля, это успехи. 10 лет еще будет, 10 лет как минимум будет. 10 лет будет. Вы понимаете, в контрнаступление Украина потеряла около 70 тысяч человек. А откуда у вас такие сведения? Нам говорят, рассказывают. Ну да, да, да. Так, подождите, официально же не объявляются... Официально кто это должен говорить? Что? Официально кто это должен говорить? Ну я не знаю, официально, например, Минобороны разве говорит о ваших потерях? О ваших потерях? А британские журналисты говорят о ваших потерях, вы понимаете? Ну вы верите британскими журналистам. Так они же ваши покровители. подождите подожди покровители то есть вы верите британским журналистам нет я не хочу как я могу опровергнуть они какие-то сведения предоставили это данные какие-то или это просто цифра на что они опираются короче такая цифра есть а в общем в общем я понимаю очень большие как вы считаете 500 тысяч человек правда более 500 тысяч с обоих сторон да не собой чисто судей сторон 500 не забей это правда с украинской стороны более 500 тысяч полагаю что нет с обеих сторон это один из американских военных обозревателей сказал более 500 тысяч украинских потерей то есть он просто дал эту цифру но никак ее не обосновывал как он обосновал эту цифру я не знаю как он должен то есть поехать каждую могилку снять нет но он должен любая названная цифра должна на что-то опираться потому что можно сказать одну цифру можно сказать мы и можно третью вот эти вопросы я лично украинская сторона хочет скрыть свои потери то есть она должна со своими союзниками это обговорить чтобы это не озвучивалось почему на евро каком-то парламенте женщина выступает и говорит то что уже больше 500 тысяч потеряли украинцы мы будем сожалеть о них и дальнейшем помогать надо россии еще а вот то есть украине надо еще больше помогать чтобы у таких потерь больше не было было уже в этом это выскользнуло просто это как потому что у них там и журналисты могут иметь свою точку зрения и политики понимаете в отличие от вас понимаете ваш ленд-лиз который вам предоставляет сегодня запад отличается еще нет никакого программа хорошо хорошо помощь 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 отличается от помощи которые америка предоставлял советскому союзу вы понимаете от вас требует результаты от советского союза никто результатов не требовал а откуда вы знаете так я знаю я знаю это не аргумент смотрите но благодаря этой помощи ваша армия не может вести наступательные действия не может не может захватывать какие вы понимаете а она она будучи в обороне она она разнесла вашу вам такие потери создала это же вам таки рассказывают по телевизору так это же я говорю русские находу меняются находу исправляются да эту пропитации импровизирует на их программизируют и все равно У русских святок. Да, вы, я вижу, очень болеете за русских, хотя сами не русские. Это моя страна, это моя родина. Это ваша родина, да-да-да. А вот вы сказали, что вы во флоте служили контракт, правильно? Северный флот, да. Северный флот. Как вы оцениваете, почему такие жалкие результаты вашего флота в Черном море? Почему Черноморский флот? Я служил не на Черном море. А, ну да, замечательный ответ. То есть, почему говорят, что ваш флот сейчас, так сказать, фактически заблокирован, не может вести боевые действия? Так нападайте на него тогда, что вам мешает? А как же, а утопление крейсера Москва, а в доках, как прилетают крылатые ракеты? Если он такой беспомощный, если Черноморский флот стал таким беспомощным, чего вы не нападаете, не пользуясь моментом? Так именно же идут постоянно нападения. Вы не знали об этом? Полностью разгромить его за день. Так он, ну, никто не говорил, что за один день. Ну, хорошо, за год, за год разгромить. Я же говорю, эти же западные средства, эти самые, и политики, и журналисты говорят о том, что ваш флот не может работать. Там нету Черноморского флота? Там нету, правильно, там нету Черноморского флота. Это замечательная тема, потому что не защищая наших военных... Вот после ваших замечательных, вот слово замечательная тема, я вам еще расскажу. Российской армии, вы знаете то, что каждый срочник сейчас обучается управлением БПЛА? Каждый срочник. Обучается, да? Возможно. Я же говорю, на ходу русские восстанавливаются. А где тогда, почему, так сказать, наше подразделение так эффективно уничтожает ваши силы? На каком направлении? Недалеко от города Орехов, 47-я бригада, рота БПЛА. Продвижения украинской армии какие сейчас? Продвижения? А российские продвижения какие? Так Россия в обороне сейчас стоит там. А почему? Так вы везде в обороне стоите. Так на вашей земле стоим. На нашей земле стоите в обороне под нашим же оружием. И не только под нашим, и под хаймарсами стоите вы. Вы знаете то, что российская в обороне стоять оказалась более результативной, чем в наступлении? Ну так подождите, в остальных частях фронта наша армия же тоже стоит в обороне? Так вы же объявили контрнаступление, не Россию. Ну так я же говорю, никто же не говорил, что за три дня до Москвы. За три года? Вы проговорили, что три года. Ну это вы приписали мне то, что вы хотели думать. Ну давайте будем три года контрнаступать. Результаты есть у вас контрнаступления вообще? Мы защищаемся, а вы нападаете. У нас, как говорится, выбор небольшой. Агрессору всегда сложнее. Агрессору, оккупанту всегда сложнее. А то есть теперь вы оккупанты, да? Нет, вы. Так мы обороняемся. Ну так вы обороняетесь, будучи оккупантами. И гитлеровцы, будучи оккупантами, тоже оборонялись. Иногда. Ладно, давайте уже я... Если честно, мне уже с вами надоело. Тяжело. Как думаете, чем закончится в итоге? Это все будет зависеть от хода боевых действий. Нет, но я полагаю, что потери с вашей стороны будут такие, что больше даже мысль о том, чтобы напасть на Украину, будет вызывать у вашего населения ужас. А мы со своей стороны будем стараться. Слышите меня? Если у нас будут такие ужасающие потери и колоссальная критическая ситуация на фронте, нас мобилизует всех. Ну, конечно. И потери будут еще больше. Потому что свежемобилизованные... Ведь видите, смотрите, мой подход. Я же выступаю за то, чтобы воевать... Хорошо, мы опять углубляемся. Я хотел с вами попрощаться. А вы выступаете за то, чтобы воевать миасом. Хорошо, кратко. Мы не будем говорить, кто о чем выступает. Любая война, любой конфликт рано или поздно заканчивается. Ну да. Вот вы как думаете? Я не говорю вам предсказать будущее. Я не про это говорю. Вот просто вы как думаете, чем закончится это и как? Это кровавая авантюра. Оставит после себя горы трупов. Ну чем-то же она должна закончиться, по-вашему? Восстановлением нашей территориальной целостности. Победа чья будет? Ну наша, конечно же. Ну я солдат вооруженных сил Украины, я здесь. Понял, 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 понял. Вот это мне нужно было. Как это победа будет в угле? Капитуляция России? Ваши войска уберутся с нашей территории. Ваша страна будет платить деньги за восстановление. Платить деньги без капитуляции не будет. Вы понимаете? Репарации не будут без капитуляции. Ну вот вы капитулируете. А, то есть, вот, 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 вот это мне нужно. То есть Россия капитулирует перед Украиной? Да. Путина там расстреляют, повесят, я не знаю, что с ним делают. Гага, это не наш метод. Я думаю, что он сам убьется, ну как Гитлер. Ну как Гитлер, да. Путин закроется у себя в бункере. И там застрелится. Отравится, нет, он ссыкливый, он отравится. Он не сможет застрелиться. Кабаеву свою, собаку какую-нибудь. Кабаеву застрелит или отравит. Короче, вы капитулируете ядерную державу, правильно? Конечно. Вы капитулируете, будучи ядерной державой. А вы знаете, если так это... Я хотел бы напомнить, Афганистан. Нет, подожди, я договорю. Афганистан. Если это так и будет, как вы говорите, если это так и будет, как вы говорите, вы за всю человечество войдете в мировую историю, то что вы капитулировали ядерную сферу державу. Не капитулировали, а победили на своей территории ядерную державу. Капитуляция это уже победа. Я слово капитуляция... Видели, что с Карабахом сделали Азербайджан за три дня? Капитуляция. Вот победа. Ну да. А вы? Это же действительно была спецоперация. А вы как обосрались? Где? Ну, на этой спецоперации, на вашей войне. Как? На какой войне? Начало Азербайджан за 44 дня. Не туда, блин, зачем я... Провел Карабахскую войну. Говорим про эту... Поговорим про Украину и Россию. Вы уже заговорили про Карабах и Азербайджан. Я вам пример привел. Вот капитуляция. Ну так и я же вам говорю. Вот. Вот как проводятся спецоперации, как Путина. Взяли за грибу и носом в дерьмо. Вот как Алиев сделал. Алиев вместе с Эрдоганом. Как Азербайджан капитулировал Карабах? Вы также капитулируете Москву? Нет. Я просто говорю о том, что вы не смогли провести спецоперацию. Вы даже спецоперацию не можете провести быстро. Вы поймите одно. Эффективно. Вы поймите одно. Победы Украины над Россией без капитуляции не может быть. Должна быть капитуляция. Мне просто ваши соответствующие многие говорят. Мы просто Россию выгоним к границам 1991 года. Этим война не закончится. Этим война не закончится. Дело все в том, что любой ваш новый поведитель... Ее надо капитулировать. Капитулировать. Если не капитулировать, то ни победы нет. Да, да, да. Смотрите. Любой ваш новый правитель после Путина... Да, какой новый на Путина правитель? Любой момент может, так сказать, сесть на жопу и прекратить свое существование. Ваш любой, ваш новый правитель будет договариваться и с Западом, и с нами, как закончить эту кровавую авантюру. Тут же закончится эта война, как когда-то была война Гитлера для Гитлера, так сейчас, ну, при полной поддержке немецкого народа. Так же сейчас, это война Путина и вашего народа. Спроси меня, я бы просто гуманность отключил бы и выиграл бы войну в течение недели. Ну, вот видите. Ну, опять же, у России гуманность. Гуманность, гуманность. Страшно гуманная Россия, я видел в Харькове. Гуманность России, я лично, я своими глазами видел в Харькове. Почему они за эту гуманность держатся, почему они просто вот эту, хорошо ввязались в эту войну, хорошо начали эту войну. Ну, добейте эту Украину, да просто уничтожьте ее и все, и победите, и все, закончите это СВО. Закончите, СВО завершится. Ну да. Так слабость ваша. Глупость, слабость. Нет, тут люди там, мирные жители, мы хотим доказать украинскому народу то, что там они там, их нацисты там прививают, то, что там Зеленский режим, это все. Ну, это же глупо. Просто разбомбить нахер и все, и все, и всех поставить перед фактом, все. Ну вот, а вы не смогли это сделать, потому что вы слабая страна, слабая армия. Да потому что гуманность опять, они же хотят опять мирные жители, гуманность. Так я же говорю, мирные жители, вы же это можете посмотреть, как это, я это видел, как харьковчанин. Вы что пьете сейчас? Не знаю. Что вы пьете сейчас? Мне даже, если мне мои военные друзья говорят то, что нам не дают стрелять, по нам когда стреляют, нам не дают отвечать, нам говорят, там мирные жители не стреляйте туда. А когда видишь то, что в многоквартирных домах сидят азовцы, и наподобие азовцев, и по нам там работают, а нам не дают ответ сказать, потому что там мирные жители, там этот дом, это жилой дом, не стреляют там люди. А в Харькове градами по многоквартирным жилым домам. Будь моя воля, я бы вообще ядерно-тактическим хотя бы оружием бомбанул бы каждый город, и все. И все, закончил за слово. Знаете, меньше людей погибло бы, даже украинцы меньше погибло бы, чем сегодня. По городу, по мирным жителям, не по войскам, мы сами сказали, по мирным жителям. Просто, понимаете, я вам скажу одно, как Японию поломала Америка за один день. Вот так надо ломать. Ну там не за один день, там сначала по Хиросе. За один день, один день, один день поломал, один за один день поломал. Ну потому что Америка была права, а вы не правы. В чем она была права? Ну как? То, что Япония напала... Она до сих пор остается единственной страной мира, применившей ядерное оружие, атомное оружие. Ну правильно, потому что Япония напала на Америку. На Перл-Харбор. На Перл-Харбор, конечно. А бомба атомная, она готовилась для Гитлера. И как бы ни пошла война... Какой Гитлер? Атомная бомба готовилась на Берлине. Два города с лица земли стерли, и на наслежение Япония прибежала с капитулировой пирамидой. Вот так надо делать сегодня. И Германия бы прибежала, понимаете? Атомная... Вы просто не знаете истории. Атомная бомба... А что не сделали? Вы не знаете истории. Атомная бомба готовилась для Гитлера. А почему не скинулась на него? Потому что атомная бомба была готова к применению. Тогда, когда уже Гитлер скопутился. Когда Советский Союз разъебал Гитлера. Правильно? Не Советский Союз. Ну, кто вошел в Германию? А Советский Союз вместе с союзниками. Союзники с той стороны приходили. Союзники в составе... Это же была коалиция держав. Много очень стран помогало Советскому Союзу. Берлин брали... Красная Армия брала Берлин. О чем вы поете? Да. Красная Армия брала Берлин. Совершенно безумно. Потому что не считались с потерями. Нужно было взять Берлин. Устраивали соревнования маршалов на крови. Маршалы в кровавых реках. Мы с темы переходим. Это может до утра продолжаться. Это совершенно было. Это взятие Берлина... Вы видите, конец этой войны, которая мне тоже, если честно, надоела. Взятие Берлина было безумно и по войне. То есть, будет капитуляция России. Когда, вот примерно, можешь сказать, когда вы капитулируете Россию? Со смертью Путина, конечно же. Так он не будет умирать еще 10 лет, наверное. Будет 10 лет, наверное. Значит, 10 лет будем защищаться. А вы 10 лет еще будете умирать. Вы заканчиваетесь, понимаете? Может быть, вы заканчиваетесь? А, мы... Меня... Вы понимаете, один смешной момент был. Это, я скажу, месяц, наверное, прошел. Да, а то и все. Это не отмешается. Как выражаете? Продолжение следует...